Максим, привет. Привет, привет, Артем. Ты находишься в Краснодаре, да, сейчас? Да, да, проживаю в Краснодаре с некоторым перерывом с 2009 года. А тебе сколько лет? Мне 32. 32. Расскажи коротко, какие у тебя перемещения были? Ну, родился, закончил школу и колледж, затем я в городе Новороссийск на Черноморском побережье, собственно говоря, до 19 лет я жил там. После 9 класса я ушел, у меня была неполная средняя, затем, соответственно, я по определенным причинам пошел учиться в колледж новороссийский, на автомеханике я выучился. И, соответственно, в 2009 году я поступил в университет, в Краснодар. Поступил я на совершенно иную специальность, я поступил на юрфак. И, соответственно, в 2009 году я переезжаю в Краснодар и где-то до 2000, ну, когда у нас там коронавирус начался, до 2020 года, да, то есть 11 лет, я проживал в Краснодаре. Затем, соответственно, я вернулся в Новороссийск, ну, там история была такая, что не то, чтобы вернуться я хотел, я хотел сменить город, город, место жительства. Я там смотрел несколько городов, мне очень нравится Севастополь, мне очень нравится Калининград. И там, и там я был, ну, не знаю, раз, наверное, не меньше десяти раз, то есть такие туристические были поездки. Вот, ну, выбор пал на Новороссийский, и я, соответственно, вернулся туда в 2020. Я прожил там, в Новороссийске, два года, и затем опять вернулся в Краснодар. Ну, по определенным причинам, вот, и я, собственно говоря, об этом и хотел рассказать, вот, на вашем канале, да, несколько роликов смотрел про Краснодар, и, честно говоря, мне вот как-то обидно за город. Вот, не очень хорошо люди о нем отзываются, а я хотел бы, наоборот, похвалить его, потому что я уехал из него, и объективно я понимаю, какие города самые лучшие для жизни в России, и я считаю, что вот в данном случае, на данном этапе моего там развития Краснодар, это прекрасный город, и как для жизни, так и самое главное, вот, что он, на мой взгляд, дает, это вот развитие в профессиональном плане. Ну, могу более подробно, там, какие-то этапы, если есть более уточняющие вопросы, а то я могу надолго. Ну, а ты можешь сказать, чем ты занимаешься, какая у тебя деятельность? Я закончил юридический факультет, я закончил специалитет, магистратуру, аспирантуру, то есть, ну, вот, я юрист до мозга костей, и, соответственно, у меня в настоящий момент своя юридическая фирма. У тебя сотрудники, да, работают, есть? Да, да. Несколько человек, да? У меня трое, трое сотрудников. Слушай, ну, давай вот, интересно, да, давай сегодня будем в хорошем ключе, да, говорить про Краснодар. Вот ты хорошо и в Новороссийске пожил, так, да, прям полжизни, можно сказать, и ездил активно в другие города. Ну, почему в итоге так получилось, что ты выбрал Краснодар? Ну, объективно и субъективно есть причины, но главным образом, когда ты живешь в маленьком провинциальном городе, наверное, 95% ты выбираешь оригинальную столицу для получения высшего образования. Тут, наверное, ничего такого сверхобинарного не было. У меня дело в том, что я вот в колледже, опять же, повторюсь, еще учился на автомеханика. То есть я, ну, из неполной семьи нужно было получать хоть какое-то образование, ну, а потом затем, соответственно, получилось поступить в университет. Я вот о чем хотел сказать, то есть я приехал в город, у меня здесь не было ни одного знакомого вообще, ни родственников, ни друзей. То есть я приехал в незнакомый город, я поступил в университет, соответственно, добросовестно учился и параллельно работал. То есть начиная там с первого курса я работал. То есть, опять же, хочу сказать, я не знаю, каким образом данная история складывается в других городах, но общаясь вот с коллегами, с друзьями, товарищами и так далее, я делаю выводы о том, что в Краснодаре намного больше возможностей для реализации вот именно молодых людей. И, может быть, мне так повезло, на моем пути встречалось большое количество людей, но у меня никогда не было там проблем с трудоустройством, в том числе и в профессиональном плане. То есть с первого курса я работал сначала в Следственном комитете общественным помощником около полутора лет, потом я работал в Ассоциации юристов России. То есть, опять же, никаких знакомых, ничего, просто приходил, стучался в дверь и возьмите, собственно говоря, брали. Вот, после того, как я закончил, закончил я в 2014 году, я к этому времени смог заработать себе на маленькую квартирку. То есть, в течение пяти лет, вот сколько я учился, столько я и работал. То есть, я и почему, мне кажется, может быть, вам будет интересна моя история, потому что я пожил во всех районах Краснодара, начиная от самых бедных, заканчивая, как сейчас, мне кажется, в одном из самых лучших, лучшем районе. То есть, я там первую квартирку свою купил, там, 22 квадратных метра, это за городом, это вообще другой субъект Российской Федерации, это Республика Адыгея, там, река Кубань, она делит Краснодар и соседний регион Республику Адыгею. То есть, и, соответственно, вот там вот в поле, можно сказать, в чистом, я купил себе маленькую квартиру, как сейчас помню, она тогда стоила 700 тысяч рублей, половину нас занимал, половину кое-как там заработал, вот. И, соответственно, вот в ней жил в поле лет пять. Соответственно, где-то через пять-шесть лет я приобрел квартиру уже непосредственно в Краснодаре, двухкомнатную, ну, в таком, скажем так, среднем районе, это район улицы Ставропольской, пересечение с Старокубанской. Ну, и, соответственно, вот где-то в 2021, да, я вот купил уже себе трехкомнатную квартиру и, соответственно, живу, как мне кажется, в самом лучшем районе в Краснодаре, который, на мой взгляд, есть. Это юбилейный район, юбилейный микрорайон его еще зовут. И, соответственно, ну, могу оценить город, как сказать, со стороны бедных районов и со стороны достаточно богатых. Вот. И что могу сказать, что, на мой взгляд, город дает большие возможности для реализации. Так, ну, может, какие-то конкретные вопросы? Да, да, да. Я просто думаю, по какому пути мы пойдем. Либо ты расскажешь немножко, как у тебя происходило все, да, либо все-таки мы про город больше поговорим, такая, как бы, формат такой о городе, вот, наверное, больше, более интересно, да, ну, вот именно, чтобы ты немножко описал город, Краснодар. У меня есть вопросы к городу, ну, то есть я был много раз там, пытался, ну, как бы, мне очень нравится центральная часть, ну, именно центр города, да, там очень приятно там погулять, но когда ты попадаешь в районы, районы очень крупные, очень, ну, как бы, очень много высоток, и все они соединены с центральной частью достаточно узкими, ну, зачастую узкими дорожками, и мы попадали вот в эти районы и просто стояли там в пробках по очень долгое время. То есть мне кажется, что это неудачное решение городских властей было вот так застроить город. Вот что ты думаешь насчет застройки и насчет районов города? Ну, насчет пробок, да, здесь вынужден согласиться. Дело в том, что город изначально не был рассчитан на такой рост, да, но вот опять же, я повторюсь, в 2009 году я приехал, здесь население было в два раза меньше, чем сейчас. То есть если на тот момент 800-900 тысяч населения, то сегодня, несмотря на все вот эти, скажем так, переписи населения, я уверенно могу сказать, что здесь минимум полтора миллиона. Минимум, это без особо даже пригорода. Вот, поэтому, конечно, город развивался с точки зрения притока населения намного быстрее, чем поспевала инфраструктура. Это да, здесь согласен. То есть пробки, не самые лучшие архитектурные решения, отсутствие парковочных мест, это да, здесь я абсолютно согласен. Очень мало зеленых зон, особенно в новых районах. То есть если мы берем там район улицы Восточно-Кругляковской, да, вот этот знаменитый парк Галицкого, он, собственно говоря, есть единственная там зеленая зона, я не представляю, что было бы без него. Если мы берем в район там чуть севернее, это 40 лет Победы, улица Московская, Ейское шоссе, то там вы уже этих зеленых зон не найдете. Ну, если не считать там 2-3 дерева возле подъезда. То есть нету парков. Если мы берем историческую часть города, допустим, центр, городской сад, большой, ухоженный, хороший парк. Если мы берем запад города, то есть это фестивальный микрорайон, это юбилейный микрорайон, где я живу, то большой дендропарк есть. Он прям действительно огромный. Что касается зеленых зон. По пробкам, дело в том, что, насколько мне известно, в настоящий момент там заключены контракты на концессию, по-моему, на продление трамвайных линий практически во всей части города. И это, ну, как бы немного решит, наверное, проблему с пробками, немного разгрузит дорогу. Развязки строятся, насколько мне известно. Дальний-западный обход, это трасса с севера, она идет, подходит к городу и фактически убирает поток фур от заезда в город. То есть эта трасса идет с севера, подходит к городу и уходит на Крымский мост. То есть, соответственно, на запад. Ее недавно, да, сделали эту трассу? Ее еще не сделали. Ее сделают, наверное, в течение полугода. То есть, ну, там срок сдачи, по-моему, 23-й год, насколько мне известно. Вот. И, соответственно, вот эти все моменты, ну, как бы они учитываются, безусловно. Вот. Но не поспевает город. С этим я могу согласиться. Если мы говорим о комфортной жизни здесь и сейчас и берем какой-то отдаленный район города, ну, тот же музыкальный микрорайон или нашумевший. Вот Варламов нас всю страну прославил, этот поселок российский, то, конечно, там проблем скопилось такое количество, что жить комфортно здесь и сейчас не получится. Это точно. Слушай, ну, вот насчет общественных пространств и парков, да, ты сказал, что они, ну, их недостаточно, да, то есть, но они есть, конечно же. Вот. Меня немножко смутило, когда я был, что, ну, парк Галецкого, это, безусловно, там один из лучших парков в России, да. И, ну, скорее всего, если не лучший, да, ну, как мне показалось, да, но это частные руки, то есть, частник делал, а хотелось бы, конечно, видеть, что городские власти что-то такое делают, потому что, ну, как бы, частники же не могут все парки сделать, да, и скверы города. А получается, что даже на центральной набережной, вот, самое, казалось бы, самое должно быть красивое место, там все очень печально. Там какие-то изменения есть? Вот вынужден опять быть адвокатом города Краснодара. Набережные делаются, то есть, к 80-летию Краснодарского края, вот, в юбилейном микрорайоне полностью сделали парк и, как бы, набережную. Я не знаю, какая длина этого, как бы, всего пространства, ну, на мой взгляд, там километр-полтора они очень хорошо благоустроили, то есть, это и лавочки, и деревья, и, соответственно, водные укрепления самой набережной, то есть, там очень приятно можно погулять. Это сделано, вот, буквально, там, недавно, ну, пару лет, не больше, вот, то есть, затем, если мы говорим о набережной, ну, допустим, Кубанская набережная, да, там вот есть у нас знаменитый мост Поцелуев, парк 30-летия Победы, вот, то, опять же, все в сравнении. Вот, я когда приезжал, там, не знаю, люди рыбу ловили, и там, ну, земля была просто, просто грунт, вот, сейчас же, опять же, там, прогулочные кое-какие сделали аллеи, немного благоустроили. Конечно, недостаточно, конечно, вот, если мы берем всю протяженность, там, реки Кубань, то это капля в море, вот, но я, как бы, видел, как развивался город, поэтому я все-таки вижу тенденции благоприятные. Появляется, да, я просто, так уже, наверное, год назад был, получается, может, что-то уже изменилось, но, как мне показалось, я просто специально везде поездил, и, ну, я увидел, что, конечно, да, по Аргальдскому это круто, но какие-то примеры работы городских властей хорошие, ну, может быть, один с Квертом, я увидел, хорошо сделанный, а так, конечно, по сравнению с другими городами, миллионниками, с тем же Нижненовгородом, Самарой, Казанью, мне показалось довольно грустновато. Но, ну, как бы, я не знаю, сейчас динамика, конечно. Я вот хочу сказать, что вот интересная такая тенденция, на самом деле, то, что у нас вот эти все общественные пространства делают частники. Вот, опять же, тот же парк Галецкого, да, мы проговорили. Затем там на западном обходе, не буду делать рекламу, там застройщику, делается парк по площади, равный парку Галецкого. То есть застройщик застраивает очень большую площадь, там на западном обходе района города, и он также строит парк. То есть я видел все эти проекты, и, ну, на мой взгляд, получится, ну, вряд ли лучше, но не хуже, это точно. И если это, получается, запад города, потом давайте возьмем восток города, если мы берем вот новые районы, ближе туда к аэропорту, даже за аэропортом, то есть застройщик вместе со своим ЖКА также возводит большой парк. Он может быть где-то в половину от размеров парка Галецкого будет. Поэтому у нас такая тенденция интересная, что больше частники занимаются городом, которые его любят и, видимо, хотят благоустроить, потому что у наших властей, к сожалению, до этого руки пока доходят слабо. Здесь я соглашусь, то есть чисто городские проекты, если мы возьмем, то я даже не возьмусь. Ну, вот кроме вот этого парка 80-летия Краснодарского края, наверное, больше за последние годы ничего и не было. Ну, я лично, я вот то, что отметил, это с общественным транспортом, на самом деле, прям вот хорошо работают там, я не знаю, департамент, может, из нормальных людей там, видимо, собрался, потому что обновили и трамваи, и троллейбусов, очень много обновленных. Я вот в Екатеринбурге был, и я просто поражен был, насколько Екатеринбург, оказывается, там все старые вот эти трамваи, да, там убитые, просто, ну, совершенно разных моделей, собранные из разных частей. И вот в этом плане Краснодар развивался очень неплохо, да, и сейчас, я так понимаю, продолжает. Общественный транспорт, я, к сожалению, не могу точно сказать почему, потому что я им не пользуюсь уже достаточно давно, вот, но, как вот, допустим, мои сотрудники говорят, что с каждым годом, в общем-то, становится лучше. Опять же, да, были заменены трамваи абсолютно все на новые, практически вы сейчас не встретите в Краснодаре, там старый трамвай. И неплохо, очень долго, конечно, не без ошибок пытались настроить систему общественного транспорта именно маршрута, делали выделенные полосы, что-то у них не получалось, город вставал еще в большие пробки, они убирали эти выделенные полосы. Ну, в общем, очень много в социальных сетях гнева получали, но каким-то образом все-таки вырабатывали более или менее подходящие решения. И вот хотелось бы похвалить, наверное, еще архитектора Краснодарского края, он, кстати, с твоих краев, это, ну, с Калининградской области, по-моему, с Зеленоградской или Светлогорской, вот, где-то там он был архитектором, сейчас он здесь у нас архитектор края. Вот с его приходом, на самом деле, очень хорошо выстроили работу с застройщиками, то есть есть большая проблема в Краснодаре, ее пока еще не затронули, это места в детских садах, школах, это прям, ну, наверное, так как у нас эта проблема стоит, в стране больше нигде этого нет. Ну, первый Я, да, или первый А1, да, вот такие классы уже появляются, то есть букв уже не хватает. Выстроена определенная работа с застройщиками, ни без судов, ни без недопониманий со стороны застройщиков. И сейчас меняются нормативные требования к домам многоквартирным, сейчас многие, наверное, об этом слышали, что застройщики теперь обязаны построить также школы, детские садики, иногда даже этой поликлиники и опорные пункты полиции. Вот, я немного знаю эту ситуацию изнутри, так как везде, естественно, есть какие-то друзья. Слушай, извини, пожалуйста, но уже полицейские пункты строить, наверное, это не застройщиков работы? Да, здесь, ну вот опорные пункты полиции тоже в этом списке. Да, не застройщиков, там очень сложная система в плане сдачи домов, придумали наши краевые власти, там какие-то все-таки компенсации они получают, то есть они не за свой счет строят. Но в большей степени, конечно, они перестали зарабатывать абсолютно на этом, то есть ряд объектов, по-моему, детские сады и школы, они строят вообще за свой счет. То есть вот интересная такая система, она на уровне края начинает работать. С одной стороны, да, кто в конечном итоге платит, тот, кто покупает квартиры, потому что мы все прекрасно понимаем, что эта стоимость переходит в квадратные метры, застройщик в убыток работать не будет. Но, тем не менее, видимо, другого способа решения этой проблемы не было найдено. Бюджеты пустые, а внутренняя миграция очень сильная. Я могу это подтверждать год от года. И вот такая вот система выстраивается. И эти проблемы вот таким вот образом решаются. Ну вот один из застройщиков, я вот точно знаю. Почему? Потому что моя организация одного из застройщиков сопровождает. Я, в принципе, внутреннюю их кухню немного знаю. Но вот я сейчас говорю о другом застройщике. И они, допустим, при издаче своего большого жилого комплекса, там, более двух десятков многоквартирных домов, они, соответственно, сдают две школы и десять садиков. Они их строят за свой счет. Спасибо. Ну, это интересно, да. Ну, я так понимаю, что вот прекратили, да, в историческом центре, да, свечки ставить? С точечной застройкой уже довольно-таки давно, да, разобрались. Более того, там очень сильно понизили этажность. Даже если это не жилые дома, то есть земля у многих застройщиков осталась. Там, по-моему, до шести этажей теперь можно строить. И если речь идет, допустим, о коммерческих каких-то зданиях, торговых центрах или еще что-то. При этом с сохранением исторического облика. То есть, если мы сейчас посмотрим новые постройки, они все будут, ну, плюс-минус к историческому облику центра Краснодара соответствовать. Вот. Также у нас неплохо стали бороться с обманутыми дольщиками, потому что вот моя организация, опять же, сопровождала все эти вопросы, в том числе, там, и связанные с обманутыми дольщиками. И я знаю, что сейчас очень активно достраиваются эти дома, очень активно. То есть, в этом плане, как бы, проблема решается. Но получается, что выбирая между Краснодаром и Новороссийском, ты выбрал Краснодар из той точки зрения, что более деловая активность, да, более такая... Да, да. Вот, кстати, очень интересный момент. К 2020 году я уже немного, вот, как мне показалось, на тот момент устал от города. Думаю, ну, какой-то он слишком динамичный, слишком много вот этого вот всего профессионального. И я подумал, ну, будет здорово, наверное, уехать в родной город, пожить там какое-то время. И, тем более, была пандемия, пришлось на тот момент расстаться с сотрудниками. И, соответственно, я закрыл офис, думаю, ну, когда, как не сейчас. Думаю, это же замечательное время возможности. И мы, соответственно, с супругой поехали в Новороссийск. С такой идеей, что буду работать на три города, открою подобную организацию. Это Гильджик, Анапа и Новороссийск. Так как Новороссийск между этими городами, тут, в принципе, проехать там 40-50 час максимум. И что я вот хочу сказать, абсолютно другие люди. Вот, вы посмотрите по карте, там расстояние 140 километров до Новороссийска от Краснодара. Абсолютно другие люди. Иной ритм жизни, деловая активность, на мой взгляд, практически на нуле. Я полтора года бился, как рыба, а лед. Мне казалось, что я прихожу с такой хорошей квалификацией, с таким богатым опытом, что я так много могу предложить своему родному городу. И, соответственно, ну, где-то нашел я 2-3 бизнесмена, с которыми мы хорошо работали. Не с точки зрения даже моих услуг, да, а с точки зрения организации какого-то бизнес-пространства. То есть, какие-то встречи, мы хотели какие-то совместные проекты. Был очень хороший человек, он прям тоже загорелся, как и я. Мы вот прям вдвоем пытались, но, к сожалению, мы отклика не нашли. Отклика не нашли, и люди мне показались очень неактивными в этом смысле. То есть, если бы что-то подобное делалось в той же Казани, в Краснодаре, в Новосибирске или Екатеринбурге, мы бы наверняка этот открыт нашли, и на какой-то такой волне мы что-то бы организовали. Конкретно, да, то есть мы хотели заниматься ликвидацией финансовой безграмотности. То есть, мы хотели проводить семинары в школах, мы хотели какие-то делать проекты с средними учебными заведениями. То есть, это колледжи, училища и прочее. Мне, допустим, по своей работе видно, какая сумасшедшая закредитованность людей. И когда начинаешь спрашивать, ну, а зачем ты вот взял вот эту карточку, да, кредитную, зачем ты пошел вот этим путем. Есть же огромное количество вариантов, где можно взять деньги, долг и не под такие кабальные проценты. А люди просто об этом даже не знают. Молодой парень, 20-25 лет, а он просто об этом не знает. И вот хотелось какую-то такую среду создать. Вообще никому это не было интересно. Слушай, ну вот ты как-то объяснил для себя это? То есть, получается, что город живет в каком-то другом ритме, у него какие-то другие интересы? Город живет, да, в другом ритме. Я это объяснил для себя тем, что есть какие-то градообразующие предприятия. Допустим, в Новороссийске это, безусловно, морской порт, их там несколько лесной порт, вагоноремонтные заводы и так далее. То есть, вот есть все, что связано с работой порта, да, там люди работают очень много, активно, и они там, в принципе, неплохо зарабатывают, а все остальное, оно недофинансировано очень сильно. То есть, в городе просто элементарно нет денег. И любой бизнес, то есть, у меня были встречи там на всяких этих бизнес-завтраках, на этих тусовках, да, а любой бизнес, он мне напоминал принцип, как вот гиены живут, да, но нужно укусить свой кусок, вот, и дальше там как бы трава не расти. То есть, несозидательный бизнес даже в городе. У меня были случаи, когда, ну, это смешно рассказывать, но я общался с человеком, у него очень хороший бизнес в Новороссийске, он риелтор. Вот в его риелторской организации около 40 маклеров, ну, вот, риелторов, то есть, он один из самых крупных, новороссийских из людей. И, понимаете, человек занял там 3000 рублей и не вернул до сих пор. Понимаете, ну, то есть, это такие мелочи, которые очень сильно проявляют людей, и в конечном итоге ты понимаешь, что этот город исправит, ну, наверное, только большое количество молодых людей, которые будут зарабатывать не в этом городе, ну, вот так называемых экспатов, да, которые работают там на Москву, на Петербург и так далее, которые привнесут новую культуру, которые старым, людям старой закалки покажут, как нужно делать какой-то бизнес и прочее. Ну, я для себя определил так, что просто вот такие люди, ничего не сделать. Ну, я так понимаю, что все-таки в Новороссийск многие едут там кто-то отдыхать, кто-то едет просто за климатом, да, за каким-то, ну, приморскими вещами, за каким-то, да, и больше настроены люди, ну, как бы бизнес-среда, она такая, все-таки, если нужна живая, то это все-таки Краснодар. Ну, бизнес-среда отсутствует. Да, но это... Очень много людей пенсионного возраста, да, едут за морем, за климатом, то есть есть пригороды очень красивые, то есть тоже Абрау-Дюрсо, Широкая Балка, Мосхака, вот эти населенные пункты пользуются большой популярностью. Очень много многоквартирных домов Новороссийских строится сейчас у моря, то есть это южный район города. Если мы там прогуляемся по набережной, то увидим очень много пенсионеров, которые приезжают уже на пенсию жить. В этом смысле Новороссийск растет, он тоже в каком-то смысле развивается. Просто, ну, на мой взгляд, этот город просто не подошел мне. И вот тогда, когда пару лет я пожил в Новороссийске, я по-настоящему ощутил, что как я все-таки люблю Краснодар. Потому что, когда я вернулся, хотя супруге нравился город Новороссийск, она не прочь была оставаться, но когда я вернулся, в течение двух-трех месяцев я опять как юла начал вертеться во всем этом. И, естественно, я понял, что меня это заряжает, меня это мотивирует, и мне вот такой город маленький, допустим, не подойдет. Вот я, опять же, почему еще ездил, выбирал города, ну, не сразу в Новороссийск мы решили ехать, в Калининград и Севастополь, да, то есть супруга предлагала, ну, в Краснодаре мы уже жили, может, поедем в Севастополь, в Калининград попробуем. Я говорю, нет, все-таки, по моим ощущениям, это те же Новороссийские. Не хотелось бы никого обидеть, но... Может быть, вы и сами бы поехали на пенсию жить, да, или нет, или все-таки уже до конца жизни только Краснодар? Нет, нет, Краснодар все-таки, я могу, конечно, его хвалить, про большое количество молодых инициативных людей, то есть я вот вижу даже по своим сотрудникам, которые там вчера условно закончили факультет и работают у меня, это совершенно другие люди, и в этой среде высококонкурентные, они становятся сильнее и лучше. Но если мы говорим про людей, которые уже свой карьерный путь каким-то образом завершили, они там живут на пассивный доход, либо им для заработков не нужен сам город, то есть они зарабатывают онлайне, то, конечно, Краснодар это не подходящий вариант, потому что здесь все-таки по энергетике, я люблю сравнивать свои ощущения, я бы назвал это маленькой Москвой, то есть здесь про зарабатывание, здесь про делание себя, если, допустим, мы говорим о моей пенсии, то я однозначно уеду либо в Севастополь, либо в Калининград, потому что, хотя эти города тоже бурно сейчас развиваются, особенно Калининград, мне, допустим, с возрастом климат очень становится неподходящим, почему, потому что я стал замечать, что мне очень жарко лето. О, давай немножко расскажи про времена года в Краснодаре. Их два, это лето и осень, больше их нет. Ну, я скажу так, что лето начинается с мая, заканчивается в октябре, иногда, вот если берем этот ноябрь, он был достаточно теплый, и можно сказать, что осень мы увидели вот во второй половине ноября. Сейчас, соответственно, декабрь будет также теплый, январь, февраль могут быть холодными месяцами, прям зимними. С марта все опять тепло. То есть мы весну видим очень короткую, это не более там полутора-двух месяцев, потом начинается просто жара, и она продолжается, вот как я уже сказал, до октября. Ну вот, ты можешь сказать, самые холодные месяца, это что из тебя представляет? Ну, я резину часто не меняю на зимнюю. То есть, ну вот, если мы берем январь-февраль, в прошлом году, по-моему, два или три раза снег выпал, ну, как выпал, выпал и растаял через день. Вот, бывают года, когда действительно бывает холодно, и неделю или даже две лежит снег, да, такое тоже бывает, но с каждым годом такое все реже и реже. То есть климат меняется, он становится теплее, я на себе это ощущаю. То есть зима становится мягче, лето еще более жарким. Поэтому есть некоторые претензии к сырости зимой, то есть это и Новороссийск, и она по Геленджико-Краснодар, все примерно одно и то же. Поэтому люди, допустим, многие отзываются о зимах наших тем, что очень мало солнечных дней. То есть есть какая-то вот такая пелена, да, она закрывает полностью небо, и где-то это может там продолжаться всю зиму. То есть я могу сказать, что наша зима – это такая осень, очень ветреная, очень сырая и не снежная. И, скорее всего, это минус, что она не снежная. Почему? Потому что это слякать, грязь, ну и со всеми вытекающими. Ага, лето? Ну, лето, настоящее лето уже в мае начинается. То есть это всегда очень, как правило, всегда очень тепло. И, ну вот, где-то с июля по август начинается прям сумасшедшая жара. То есть если мы выходим в 9 вечера подышать свежим воздухом, то, скорее всего, у вас это не получится. То есть июль-август и полсентября люди живут из кондиционера в кондиционер. То есть людям, которые приезжают, допустим, с севера, им это очень непривычно. Сначала они, безусловно, радуются хорошим фруктом, постоянному теплу. Это все у всех одинаково. Но потом приходит июль-август, и многим приезжим очень тяжело. Вот у меня была сотрудница, девушка работала. Она приехала с Новосибирска. Она один год пожила и уехала. То есть она говорит, я в такой жаре просто не могу. Она уехала обратно. Такие случаи очень часто бывают. Я вот помню тоже, я в разное время приезжал в Краснодар. И самое лучшее, наверное, там время, это было начало весны или середина весны. А когда я был летом, я просто просидел, ну, фактически просидел, потому что я поселился на улице Красной, и мне казалось, что там как-то я смогу гулять, хоть иногда, хоть вечером, хоть утром. Но там просто две недели пекло было. И пекло – это когда днем ты не можешь выйти вообще, ну, практически, ты сразу просто обливаешься потом. А вечером, получается, ты душно очень, и тоже как бы некомфортно. В этом плане – да. Почему, когда мы говорили там про условную гипотетическую пенсию мою, я всегда говорю о том, что лучше климата, чем в Калининграде, для меня лично нет. Вот. Это действительно так. Но и местность там мне очень нравится. Мне очень нравятся там города. А можно пару слов рассказать про Калининград? Просто вот интересно. Вот именно в сравнении с Краснодаром, чем он выигрывает? Калининград выигрывает, конечно же, относительно низкой плотностью населения. То есть в Калининграде мало людей. Ситуация эта, конечно, меняется. Я как бы слежу, как там с рынком недвижимости происходит, строится, все развивается. Но для, скажем так, обычного человека, который просто хочет комфортно жить, Калининград лучше чем. Он очень зеленый. Очень мягкий климат. То есть если мы возьмем перепады температуры в течение года, то это просто, не знаю, рай для гипертоника. То есть там перепады незначительные. Почему я хорошо знаю такие моменты с климатом? Потому что у меня друг метеоролог в Калининграде. То есть я приезжал к нему в гости очень часто. Эти моменты все обсуждали. Калининград выигрывает вот этой вот какой-то историчностью, что ли. Мы не берем там советские районы, которые строились. Я, допустим, всегда был в восторге от вот этих немецких домиков. Мне это очень нравится. Мне очень нравится, допустим, близость к морю, когда ты можешь сесть на ласточку и через 25-30 минут быть в одном из морских городов. Можно я тебя перебью здесь? Получается, это разная близость к морю у Краснодара и у Калининграда? Абсолютно, конечно. То есть если мы берем, я не помню расстояние от Калининграда до Светлогорска, но если мы берем Краснодар и самая ближайшая точка к морю – это Джубга, то ночью без пробок и на такой хорошей скорости вы будете ехать там час двадцать. Если вы берете лето, когда все хотят купаться, то с пробками, со всеми этими, то часа четыре вы будете ехать. Если вы поедете в Анапу на Ласточке, то есть какие-то такие варианты будете использовать, это все равно два-два с половиной часа, не меньше. И опять же, эта дорога очень некомфортная. То есть если вы постояли бы пару раз в этих пробках, вам бы это море уже не захотелось. Это точно. И опять же, это Джубга. Если мы берем Анапу, Геленджик, другие какие-то поселочки прибрежные, то это еще больше. То есть берите пять часов. Июль, август, самый высокий сезон, вот такая вот дорога. То есть я не заметил таких проблем в Каниграде даже летом, когда очень много туристов. Ну да, там все равно как-то и на машине там за 30-40 минут можно доехать, и на электричке там за 20-30 минут. Все равно это как-то поинтереснее, по комфортнее. Я вот, кстати, поехал на море, то есть как-то приехал в Краснодар, и мы решили поехать на море. Я первый раз в жизни своей стоял в междугородней пробке. Ну, то есть пробка между городами. Я вот, ну, с дальневосточником у нас такого нет. То есть у нас, правда, есть, бывает только пробка между Артемом и Владивостоком, но это прямо рядом города. А так вообще, когда ты стоишь там 100 километров пробки, это такое себе ощущение, и может действительно отбиться желание. Но, в общем-то, мы, получается, делаем вывод, что в плане для молодежи, для активных каких-то ребят, для тех, кто планирует свой бизнес, или для тех, кто хочет просто зарабатывать, вот Краснодар вот лучше всего подойдет. Для людей, которые просто поедут за качеством жизни, то это вот под вопросом, да? Под вопросом, да. Вот, если мы, опять же, да, говорим про активных, которые там не боятся открывать свое дело, это отличная площадка, чтобы себя попробовать. Отличная. То есть она не такая жесткая, как Москва, но с точки зрения возможностей, ну, не хуже, честно вам скажу. Что касается про человека, который просто хочет приехать в Краснодар, устроиться на хорошую работу с комфортной зарплатой и просто жить, ну, мне кажется, это не самый лучший вариант. Здесь, понимаете, вот есть такое ощущение даже на уровне внутренних, что вот здесь прям вот как кипящая кастрюля, здесь вот все варится. И город очень много, ну, грубо прозвучит, фильтрует людей. То есть человек приезжает, что-то пробует, пытается полгода, год, если он не удержался, город как бы его отторгает, этот человек уезжает. Ну, вот у меня, допустим, все мои знакомые, это все приезжие, то есть я вот даже не возьмусь, если у меня хоть один знакомый, местный краснодарец. Я такого не найду даже. Ну, если хорошо подумать, может быть, кого-то и найду, но вряд ли. То есть у меня все друзья, знакомые, это край, то есть это кто-то и Анапа, и Сочи, и тот же Новороссийск, мой родной город. И либо это очень много, допустим, Сибири едут с Дальнего Востока. Вот есть у меня очень хороший приятель, он строит в пригороде Краснодара дома, отличные дома строит, вот ИЖС, индивидуальные дома. Вот он, куда он? С Кемерово. Вот, и вот начинаешь общаться и понимаешь, что есть вот такая динамика. Относительно спокойной жизни я не понимаю людей, которые едут в Краснодар за спокойную жизнь. Здесь для этого ничего нет. Да, есть парки, да, там есть все стандартные формы развлечений, но все-таки это про зарабатывание. Спасибо большое. Слушай, ну, интересный у нас разговор, да, получился такой. Мы просто взглянули на Краснодар, да, и попробовали понять, кому он подходит для жизни. И немножко посравнивали его с другими городами. Есть ли что-то еще такое про Краснодар важное, о чем мы не сказали? Ну, наверное, самое важное, что я хотел сказать, все-таки защитить город. Мне было немного за него обидно, когда я видел некоторые мнения, в том числе на твоем канале. Я хочу сказать так. Город для молодых, для смелых, для активных. Не нужно думать о том, что здесь какое-то кубанское кумовство. Я приехал один из неполной семьи. Мама у меня всю жизнь работала в троллейбусном депо. И я закончил и специалитет, и магистратуру, и аспирантуру, и кандидатскую диссертацию защитил, и фирму свою открыл, и без кредита в квартиру себе купил. И я не видел каких-то там сверхпрепятствий. Просто я каждый день вставал в 6 утра и шел вот в эту драку. В эту большую-большую такую в масштабе города драку. И в конечном итоге, как бы, вода камень точит, и все получается. То есть не ждите здесь, если вы хотите приехать в Краснодар, не ждите легкой жизни. Но интересной жизни здесь много. Вот хотелось бы так сказать. Спасибо. Можно я тоже скажу, просто вот у нас сегодня такой диалог, где я тоже надо высказывать. На самом деле, ну, я замечаю, что да, мы обижаем иногда некоторые города, да. Ну, как обижаем? Мы стараемся просто в какой-то степени, наверное, это может быть, чтобы люди отказались от завышенных ожиданий, что ли, с переездом, связанные в такие города, например, как Краснодар или Новосибирск, или какие-то города, ну, где вот есть свои нюансы. Вот мы сегодня, да, их проговаривали. Если ты их учитываешь, да, вот эти вот моменты, то ты, ну, как правило, не разочаруешься, а будешь примерно получать то, что хотел. Вот поэтому, как мне кажется, что иногда стоит такие вещи говорить. А насчет того, что, понимаете, каждому человеку обидно бывает, когда про его родной город что-то говорят, да, такое вот, ну, может, какие-то негативные стороны его раскрывают. Но, как мне кажется, что, ну, должна быть некая объективность, да, и чтобы она появилась, нужно уметь сравнивать. Ну, то есть нужно иметь возможность, чтобы было с чем сравнивать, потому что, вот, ты, например, побывал в разных городах, и ты можешь сравнивать, да, и ты, как бы, говоришь, что вот здесь вот так, вот здесь вот так. Когда, например, человек прожил всю жизнь в одном городе, и он не был даже там в аналогичных городах, даже в своей стране, то, может быть, у него все хорошо складывается, и он доволен жизнью, но все равно он не может быть полностью объективным, потому что он не видел, что еще есть, да, как бы в меню. Поэтому нужно говорить об этом наш канал. Да, да, да. Спасибо большое, я тут тоже немножко поболтал. Ну, на самом деле, интересный у нас разговор, может быть, не форматный, да, не подходящий в какие-то форматы, которые у нас есть на канале, но, тем не менее, он про города, и, на самом деле, ты очень хорошо, как мне показалось, и объективно смог раскрыть жизнь в городе Краснодаре, и, наверное, это видео может быть полезным для многих людей, которые планируют переезд туда. Спасибо тебе огромное за то, что ты написал, да, и вот за наш разговор, я его обязательно опубликую. Вот, желайте удачи, пускай у тебя с работой, с жизнью все сложится, и, главное, удачи большой Краснодару, вот, как бы, город действительно прекрасный, да, но он немножечко перенаселен, и с этим надо работать, да, то есть, большой удачи хочется пожелать Краснодару с этой работой, которая предстоит. Да, действительно, спасибо большое тоже за разговор, было интересно. Если есть какие-то вопросы, с радостью всегда отвечу, может быть, кому-то будет интересно какие-то более конкретные вещи, я мог бы и про образование в Краснодаре тоже рассказать, сейчас почему-то вспомнил, ну, так как в этой сфере тоже опосредованно нахожусь, и, в целом, в принципе, о городе, к своем любимом, как я сейчас понимаю, да, то есть, надо уехать отсюда, чтобы оценить его по-настоящему. Готов говорить достаточно долго, но все равно спасибо. Да, если это интервью будет популярным, если, ребята, если у вас есть вопросы, то, возможно, вторая часть, да, но, как это редко у нас случается на канале, но, тем не менее, все возможно. Спасибо всем, кто нас посмотрел и послушал. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем пока, Максим, пока. Пока.